Всем привет! Меня зовут Дарья Мягких и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня дадим крестикам немножко отдохнуть, а все потому что сегодня я продолжу свою серию роликов о вышивке глади. Итак, пришла пора для второго этапа моей гладьевой эпопеи. Кто не видел начало, ссылочка сейчас появится наверху. А сегодня нас ждет самое интересное. Мы будем рисовать с вами нитками. Причем этот ролик примечательен тем, что вы станете свидетелями не только рисования, а еще и финального оформления этой красоты. Так что выпуск обещает быть и правда интересным. Напомню, что в прошлый раз, следуя инструкции, я создала основные контуры. В первую очередь обводились само тельце рыбешки, немного плавников, ну и, конечно же, глаз. Вообще, я за это время видела в сети и вариант, когда сначала зашивается фон, а вот контур наносится в самый последний момент. Таким образом, все неровности скрываются. Но здесь все шьется в обратном порядке. И сегодня нам предстоит заполнить те области, которые мы обозначили в прошлый раз. Я предполагаю двигаться ровно, как прописано в инструкции. Начинаем с головы и тела и заканчиваю хвостом. Идея, в общем-то, понятна. Очередность тут именно оттеночная. На этом этапе, кстати, у меня случилась первая ошибка. Вот что значит, внимательно читайте инструкцию. Я по своей крестиковой привычке посмотрела на вот этот значок. И почему-то решила, ну, ничего себе, фон зашивается в три нити, вот это да. Ведь в инструкциях у, например, той же Алисы именно так обозначается количество сложений для будущих стежков, правда? У Рио Уоллеса так же, кстати, выглядит обозначение. И вот нет бы задуматься на этом этапе, да, перепроверить что-то. Нет. Единственное, о чем мне подумалось, что вот, ну, все-таки три нити, это уж как-то совсем перебор, что ли. Я вот попробую шить в две. Сверившись с инструкцией, я начала, как и было завещано с головы. Шить мне предстояло пятым цветом. Ниток здесь повешено много. Так что и на этом этапе меня как-то, ну, ничего не смутило. Ну, раз много висит, наверное, ну, вот все правильно, столько и требуется. Но прежде чем приступить, я решила все-таки посмотреть, как же это делать правильно. Для этого я достала книжку «Реалистичные цветы» от Триш Бур. Там вначале очень классная методичка на этот счет. В общем-то, в книге показана та же последовательность действий. Наносим рисунок, очерчиваем контур, начинаем закрашивать. На этом этапе нам как раз и пригодятся те самые главные правила, которых мы рассуждали в прошлый раз. Напомню. Первое правило. Обязательно помним о разной длине стежков, чтобы не было прямых границ. Там, где они не требуются. И второе правило. Обязательно следим за направлением наших стежков, чтобы объемная живопись не превратилась в двухмерный рисунок. В книге это было показано на примере лепестка, но... А у нас с вами представитель типа хордовых. Вдоволь вдохновившись ликбезом отриш, я принялась за свою работу. Напоминаю, что на этом этапе я в полной уверенности, что шить надо тремя нитями. Вы готовы видеть, что у меня сначала получилось? Смотрите. Вот так выглядит рыбехин нос, если его вышивать в две нити сложения. Мне показалось, это важно показать, если честно, чтобы уберечь вас от подобной ошибки. Ну и, чтобы совсем откровенно быть до конца, покажу вам еще и изнанку. Все вместе это выглядело просто, не знаю, ужасно. И ощущалось, как такая, знаете, плотная заплатка а-ля термоаппликация. Сразу скажу, что распарывать гладь, в общем-то, несложно. Так что ошибки обидные, конечно, но не до слез. Ну а теперь я покажу, как же это выглядит, когда все сделано, вот как сказано в мануале. На этом этапе я захотела проверить, собственно, два варианта шитья. Помните, мы в прошлый раз говорили, первый вариант это когда вы шьете, ну, как бы, по кругу, а второй лесенкой. Ну и вот, что получилось. Нос был вышит первым вариантом, а часть у жабр вторым. На изнанке это выглядит вот так. Ну, тут напрашивается сразу логичный вывод, что лесенкой шить оно, конечно, экономнее. Но мне почему-то именно удобнее вариант номер один. В общем, как показала дальнейшая практика, я делала и так, и так, в общем, как удобно. Мне, в общем-то, кстати, здесь осталось этим цветом пошить еще несколько отрезков, и я к вам вернусь, как только у меня это будет готово. Фух, ну, наконец-то первый этап завершен. И мне предстоит смена нитей. Шить в целом просто и удобно. Стежки нужно делать, в общем-то, в ширину отрисованной детали. И с направлением здесь пока, вот пока, все просто. Ну, разве что вот с попой придется повозиться. Она у хордовых сильно округлая. Поэтому для соблюдения направления стежков пришлось иногда вот мельчить. А у меня на очереди третий цвет. И это, кстати, первый этап, где требовалось вшивать один оттенок в другой. Особенное место было в районе плавника. Получилось очень гладко. Мне нравится. Говоря, кстати, про направляющие, почти все швы на теле рыбы делаются, в общем-то, горизонтальными стежками. А вот нижние плавники заполняются исключительно вертикальными. Так, третий оттенок мы прошли. Переходим к цвету морской волны. Его здесь достаточно много. Он и в голове, и в плавниках, и даже на хвосте есть. Первый, кстати, сильно контрастный оттенок у нас появляется на вышивке. Посмотрим, как все будет смотреться. Надо отметить, что этот мотив не сильно сложный. Рыбка сама по себе небольшая, а участки, требующие зашива, такие вообще еще меньше. Часто получается, что нужно делать сишки именно вот в длину этих участков. Вот на схеме это хорошо видно. Например, желтый участок рядом с глазом. Ну вот, по факту, он вообще миллиметровый. Так, дальше у нас идет черный цвет. Его в мотиве достаточно много. Главное, что на рисунке есть большой отрезок, который нам надо вышить. Сложность заключается в том, что именно на нем и начинается изгиб тела рыбки. Вот, посмотрите, все бирюзовые нити на пузике идут в одном направлении, которое должно повторить, в общем-то, черный оттенок. Но на хвостике все стежки уже идут в другую сторону. И черным это тоже надо как-то изобразить. Просто горизонтальными линиями это могло выглядеть, ну скажем так, слишком графично. В общем, вот что я придумала. Я шила это, ну, давайте так назовем это галочкой. Второй стежок идет внахлест первым. Таким образом я сохраняю, как мне кажется, объемность рисунка. Да, на этом этапе у меня появился помощник. Ну, видимо, рыбка у панны и правда выглядит достаточно реалистично. Так, ну, с котом и предыдущим этапом мы справились. Теперь нас ждет один из самых светлых оттенков. Он почти желтый. Честно скажу, что все шьется очень быстро. Я, честно говоря, больше разговариваю и снимаю, нежели шью. И мне кажется, что весь этот мотив можно, ну, наверное, вот, да, ну, дня в два вообще закончить. Желтый мне тут тюк-тюк и все. И тогда останется из всей фоновой зашивки исключительно второй цвет, ну, то есть серый. И все, можно будет переходить к части со штрихами. Ну, и давайте я сразу вам покажу, как выглядит мое чудо после завершения задания с фоном. Если честно, я в восторге. Восторг мой заключается в том, что гладь оказалась темой не очень сложной, но при этом очень эффектной. А еще она зажигательная. Очень хочется попробовать что-то еще. Так, ну да ладно, может, не знаю, рано я еще к таким выводам пришла. Хотя, что может их изменить, если мы с вами, в общем-то, на финишной прямой уже. Нам, по сути, что остались штрихи разными цветами мулине, которого, к слову, несмотря на мою ошибку, осталось достаточно много. Так, давайте я уже довышью последние этапы и вернусь к вам уже с финишем. Вот так выглядит скалярия с первыми стежками, и это еще до металлика. Стежков здесь надо делать очень много, причем по всей прям рыбине. Вот из всех стадий эта, пожалуй, была самая такая муторная для меня. Но ничего, я, в общем-то, и с ней справилась. Ну вот и я. Все. Готова моя скалярия. Все этапы позади. Что могу сказать? Я тут, конечно, увлеклась. Увлеклась металликом и вышила им намного больше, чем, наверное, предполагалось авторами. Ну, по крайней мере, сравнивая свой результат и превью, я вижу, что на картинке у рыбки поплавки и хвост, ну, скажем так, полупрозрачное, а у меня вполне себе так в цвете. Ну, не знаю, может быть, моя хордовая от этого и потеряла трепетность и легкость, зато приобрела четкие границы и яркость. Не сравнение, а описание психотерапии какой-то. Но, тем не менее, в этом прелесть в глади, как по мне, несмотря на то, что у каждой из нас будет одинаковый набор, финиш точно у всех будет индивидуальный. Моя красотка вся переливается цветом морской волны и выглядит очень нарядной. Пришло время избавиться от фабричного флизелина. Напомню, что он растворяется просто в теплой воде. И, что важно, все контуры, которые на нем нанесены, тоже. Поэтому, если вы что-то не зашили или не обвели, эта деталь пропадет. Ну и вот, как эта красота выглядит после всех водных процедур. Флизелин растворился очень быстро, быстрее, чем водорастворимая канва. Классный материал, очень хочу его найти. Да, без четких контуров оригинальной печати рыбка стала более легкой и воздушной. Кстати, я забыла показать. Ниток в итоге у меня осталось еще на один отшив. Это включая металлик, которым я напомню, что я просто щедро расшила вот эту же работу. И, кстати, это несмотря на первоначальную ошибку. Так что, респект, пани! Но давайте я пойду распарю наметку и уже покажу вам, во что же я оформила свою первую гладь. Итак, вуаля! Моя новая косметичка. Ну или сумочка для всяких нужностей. Она, как видите, не простая, а в виде капли. Идея не моя. Мастер-класс по пошиву такого чуда я увидела на своем любимейшем канале Sewing Times. И это просто кладезь разнообразных простых туториалов, которые я вот просто все хочу попробовать. Но когда я увидела вот этот МК, то я точно уже знала, что и как я хочу делать. Шила я свою интерпретацию строго по инструкции. И, честно говоря, несмотря на ошибки и все недочеты со своей стороны, я очень довольна результатом. Модель на самом деле оказалась для меня вот не такой простой. И с ней мне пришлось повозиться. Но давайте я расскажу об этом редикюле поподробнее. К вершине капли пришита ручка, которая крепится на карабин. Ну то есть, по сути, можно из этого сделать даже полноценную сумку через плечо. Ну, если вам захочется. Карабин я, кстати, использовал тот самый из закупки с Алиэкспресса. Ссылка на видео сейчас появится справа наверху. Вся конструкция закрывается на молнию. В МК очень подробно описываются все этапы ее вшивания, которое было для меня вот, ну, совсем новым. Внутри находится подкладка такого же оттенка, как и сама сумочка. Помимо вышивки я решила добавить и вот такой фантазийный декор из бисера. Пошив уже всю работу, я еще пару дней все к ней так ходила, приглядывалась. И решила, что надо что-то добавлять. А то получалось так, что сумка отдельно, а как-то рыбка отдельно. Ну, и поскольку именно в том месте у меня был неровный шов, я решила, что семь бед, один ответ. Ну, в моем случае, две бед, один ответ. Бисер и шов закрыл и рыбешку поддержал. Чтобы выдержать стиль, я поддержала бисерную вставку и на декоре кармана. Ах да, я же еще не показала. С задней стороны у Редикюльчика есть карман. Карман, кстати, оказался вполне рабочим. Туда на ура заходит линейка по скруглению углов отстеганного цветочка. Слушайте, а может это будет мой туесок для лоскутных шаблонов, а? У меня их пока не сильно много. Ну и все они должны влезть. Эх, да, класс, класс. Идея супер. Но вернемся к бисеру. У меня дома есть коробка с бисером, который мне подарили, я не знаю, лет 15, наверное, назад. Это такой, видимо, китайский, такой разнокалиберный бисер. И вот среди него я нашла пакетик с крупными бусинами нужного цвета. Мельчить мне как раз не хотелось, и я была рада неожиданной удаче. Шила я специально, ну, кучно. Мне хотелось создать имитацию кораллов, хотя моя сестра в этом видит исключительно икру. Как некий подыток. Мне на удивление понравилось просто все. И первый опыт глади, и первый такой набор отпаны, и мастер-класс по такой необычной вещице. Все эти компоненты я хочу вам сильно порекомендовать. Ну, а то, что у этой гладиевой рубрики будет продолжение, это я вам гарантирую. И прежде чем я покажу вам выловленные мною интересные гладиевые работы из сети, мне остается сказать только одно. На этом у меня, пожалуй, все. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok